Если человек после каждого намаза до Саляма делает земной поклон и говорит, что делает его потому, что сомневается, не пропустил ли он Ат-Тахиату, или, может быть, он прочитал лишний ракаат, и это продолжается в течение многих лет, не будет ли на нем греха? Этот не сомневается, этот уже получается у него наушение, это болезнь, если изначально, если не уберет, потом как становится таким, получается, постоянно он стоит этим, постоянно стоит это, это уже получается у него этот, лишний намаз делает каждый раз. Как может быть человек с притяжением всей жизни сомневается, что он какой ракаат делал, или этот человек вообще памяти нету, и этот человек неразумный, скорее всего, этот человек болеет наушением, болеет вас-васом, ему надо, как бы ни пришли, оставить, не делать это сужда, сужда делает сунна. Этот момент лучше оставить, чтобы это не зашло, опять-таки каждый раз, чтобы не сомневался, чтобы это оттолкнуть, это сомнение. А постоянно это делает, этим занимается, это получается, он намазы добавляет, шайтан обманывает человека. У кого-то ворует, кому-то добавляет. Ему, шайтану, как сказали, ибну Каиму, разницы нету, человек чрезмерство заставит, или же упущением, главное, чтобы он не делал, как делал пророк, саллиллаху алейкум салам, здесь получается чрезмерство, каждый в намазе говорит, сомневаюсь, каждый в намазе делает сужда, он добавляет, получается, на намазе два сужда. Из-за этого, изначально, если сейчас это не оставит, еще хуже станет, он будет сомневаться потом, а мы не делали или нет, он будет сомневаться, когда в туалет пошел, куда-то одежда попала, что-то или нет, потом будет сомневаться, мечет чистая или нет. Я видел людей, которые мечет ходят, коврик с дома берут, и мечет его ставят, сам с рядом, который стоит, ногу поставят, его отталкивают, этот человек. Это болезнь. Я видел людей, которые две брюки одевают, из дома, которые идут, до мечети снимают, заходят. Некоторые из них что делают? Сами не моют. Не дают женам, чтобы одежду помыли, сам стирает, сам делает, сам веревку чистит каждый раз, когда это вешает. Потом, если тут рядом даже что-то прошло, обратно заново стирает, этим занимаются от наушения. Потом устают от всего этого, бросают молиться. Из-за этого заранее надо это оставить. Изначально, если не оставить очень трудную болезнь, то убережет Аллах нас, всех мусульман, всех, кто молится от такой болезни. Аминь. То есть, именно вот этому брату лучше, даже если у него сейчас сомнения будут, пускай просто не делает эти два раката. Потому что шайтан его наушает, может, сомнения, 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 сомнения. Пускай тогда рядом кто-то постоит, посмотрит, он лишнее делал или нет. Пропустили он рака или нет. Чтобы он убедился, не пропускает, просто шайтан внушает ему. Пропустили он рака или нет. Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...